13 молодых лип украсили один из крупнейших парков города, носящего имя первого космонавта Юрия Гагарина. Это будет аллея отцов, которая заблагоухает липовым ароматом уже ближайшей весной. Дебют всероссийского праздника – повод создать что-то на долгие годы, рассказывает отец строительственновей Денис Крайнов. Так же, как и другие участники Союза отцов, он ждал учреждения праздника на федеральном уровне с большой надеждой. Есть же у нас поверие такое, да, посадить дерево, вырастить сына и построить дом. У меня трое детей, у меня три сына, но сейчас, когда день отца стал официальным днем, когда его утвердили наконец-то, хочется заложить, так сказать, что-то значимое, чтобы эта ценность сохранялась как у нас, так и у наших детей, и они это прививали своим детям. Так складывается у нас в стране отцы и мужчины достаточно скромны, и они делают дело молча, спокойно, профессионально, и не всегда об этом громко говорят. Я думаю, это вот точка внимания в День отца, когда об этом можно заявлять и говорить о героях в настоящее время, потому что они были, есть и однозначно будут. На этом стоит и Россия, и в том числе и Самара. Это самый молодой праздник страны. Президент России Владимир Путин подписал указ о его учреждении буквально три недели назад. Теперь День отца будут праздновать каждое третье воскресенье октября. Липы выбраны не случайно. Эти деревья – древнейший народный символ супружеской любви и рекордсмен по выделению кислорода. Это дерево красиво, прежде всего, да. Прекрасное цветение, прекрасные ароматы источает. Да почему бы нет, почему бы не липы. На самом деле этот год грандиозный для пополнения зеленого фонда всех парков, входящих в наши учреждения. Отцовские липы пополнили рекордное число высаженных саженцев в парках Самары. Впервые их количество превысило тысячи за год. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин